Один из участков переписи населения в Петрозаводске расположился здесь, на набережной Гюлинга-11, в помещении центра «Мои документы», в окошке номер 3. Время работы совпадает с режимом МФЦ с 9 утра до 7 вечера. Специалист Карелия Остат Марина Климова рассказала, что участок посещают от 15 до 20 человек в день, поэтому очередей здесь не бывает. Приходят в основном люди постарше. Молодежь предпочитает формат самостоятельного анкетирования на сайте госуслуги. Лично я переписывалась на госуслугах. Мне было проще, чем если бы меня спрашивали. Но это мое мнение. Я зашла сама в удобное для меня время, переписалась. Конечно, на дому не всегда могут открыть переписчику, потому что человек, допустим, занят. И ему неудобно оторваться от каких-то своих дел и пойти ответить на вопросы в течение 10 минут. 10 минут – среднее время прохождения опроса. Но вообще оно зависит от количества человек, проживающих в вашей семье. На каждого родственника добавится несколько вопросов. Вопросы просты и понятны. По словам Марины, чаще всего переписываемых заставляют задуматься пункты «год постройки дома» и «национальность». Не отметить всеобщий интерес к этой процедуре нельзя. Мне попадаются люди очень хорошо, позитивно настроенные. То есть они приходят на стационарный участок сами, добровольно, и они хотят переписаться. В Карелии развернуто 184 участка для проведения всероссийской переписи. 82 из них работают в Петрозаводске, 102 – в районах республики. По данным Росстата, более 63% россиян уже приняли участие в переписи. Это порядка 90 миллионов человек. Перепись проводится для того, чтобы получить ценную статистическую информацию и проверить достоверность и актуальность тех данных, которые уже собираются государственными ведомствами. А некоторые данные органам статистики взять просто негде. Например, как меняется численный состав представленных в стране национальностей или какими языками владеют граждане России. Юлия Степанова, Борис Касьянов, Служба новостей.